Здравствуйте товарищи, сегодня у нас премиум обзор на заказанный и реванским шпаком GR-41 Маузера. Я кстати в начале даже сам не понял, о какой пушке он написал в донате. Но оказывается я её ещё когда-то ранее купил, но ни разу с тех пор не использовал. Вот она и долежала до этого обзора. Приступим. Начнём с истории оружия. Ииии тут нужно идти издалека. Ещё начиная с 20-х годов немецкие промышленники с некоторой периодичностью приходили к военным и говорили «Посмотри, какая кощерная вещица, самозарядная винтовка, да и по выгодной цене!» Ответ военных каждый раз был одним и тем же – найм. Даже несмотря на то, что некоторые упертые доходили до проведения общевойсковых испытаний. Все всё равно рано или поздно получали отказ. И чтобы понять, почему, нужно углубиться немножко в работу механизма самозарядных винтовок. В ней присутствует автоматика, выкидывающая отработанную гильзу после выстрела и досылающая патрон в затвор, что позволяет производить слепу, не отвлекаясь на передёргивание затвора вручную. И это как бы хорошо, но это усложняет производство оружия и делает его дороже, а также и уменьшает надёжность. Большинство нормальных конструкторов по всему миру реализовывали этот механизм через дополнительное отверстие в стволе, через которое выходила часть пороховых газов и приводила в движение механизм автоматики. Но немцы же охренеть какие особенные! И у них по какой-то честно непонятной мне причине было мнение, что винтовки с таким действием это плохо! На чём они основывали своё мнение? Ну во-первых, часть энергии газов будет уходить на действия автоматики, а значит поле будет иметь меньшую скорость и меньшую точность. Во-вторых, раз у вас есть какое-то достаточно узкое отверстие, через которое постоянно проходят пороховые газы, оно может забиться остатками гари и привести буквально взрыву оружия в руках солдата. Но при попытке заставить автоматику работать другими способами, получается слишком дорого, запарно и при этом уж совсем ненадёжно. Что приводило к тому, что разработанные промышленниками винтовки слались нахрен либо из-за лишней дырки в канале ствола, либо по причине своей убогости, полученной в попытке обойти этот загон командования. По итогу, так вплоть до 1939 года немцы и клали болт на самозарядные винтовки, как класс оружия в принципе. Но к этому моменту сменяется начальник управления вооружения. А немецкий военный атташе, наблюдавший за боями между финской и красными армиями, в панике бегает как ужельный в жопу. У чёртовых коммунистов слишком много самозарядных винтовок, да ещё и куча автоматического оружия! У обычных пехотицев! Я хочу такое же! Итогом всей этой движухи стало начало конкурса по созданию самозарядной винтовки. Но вы же помните, что немцы у нас особенные! По условиям конкурса было запрещено делать отверстие в стволе для газоотвода автоматики. Винтовка должна не иметь двигающихся частей на поверхности, а на случай клина автоматики в конструкции должен быть предусмотрен стандартный продольно-скользящий затвор. Кроме этого, гении верхушки немецкого командования решили, что делать магазинное питание – плохая идея! Давайте у нас будет неотъемный магазин, в который мы будем вставлять клипсы. По их мнению, иначе количество боезапаса, который носит боец, слишком бы сильно уменьшалось. Зато заряжать как удобно! Ммм, особенно во время боя! На конкурс уже в 41 году было представлено две винтовки Geever 41, разработанные компанией Walter и Mauser, которые отличались незначительно, но имели важные общие детали. Например, для выполнения первого условия конкурса на отсутствие дополнительных отверстий в стволе, они сделали надульные тормоза, которые делали то же самое, только хуже. А чтобы при этом энергии хватало на работу автоматики, ствол пришлось максимально укорачивать. А знаете, к чему приводит укорачивание ствола? Потому что пуля меньше времени разгоняется, получает меньше энергии, соответственно ниже скорость и точность. Гениально! Зачем делать как все нормальные люди с человеческим газоотводом, если можно сделать какое-то полурабочее дерьмище, которое заимеет все те минусы, которые вы пытались не допустить. А кроме этого, добавят еще и новые, в виде огромной стоимости производства этого говна и огромная отдача, которую солдаты сравнивали с отдачей ПТ-винтовок, потому что с винтовочный патрон в коротком стволе. Такие вещи ни к чему хорошему не приводят. Но все же эти винтовки отличались. Из важных отличий, Mauser сделал ствол немного длиннее, а затвор разместил практически в прикладе оружия, что позволило выполнить второе условие конкурса на отсутствие двигающихся частей, но делало неудобной перезарядку, да и вообще введение огня в случаях использования этого затвора. В то время как Вальтер просто положил на это болт и впихнул затвор прямо рядом с магазином, что хоть и нарушило условия конкурса, зато винтовка оказалась надежнее и удобнее в использовании. По итогу проведенных в декабре 41 года полигонных испытаний, победителем была признана версия Вальтера. Но это не устроило компанию Mauser, и они протестовали решение, добившись продолжения на войсковых испытаниях. Ведь они уже произвели 15 тысяч винтовок, надеясь на свою победу. По итогу у войсковых испытаний на вооружении была принята винтовка Вальтера. По сравнению с Mauser она была более совершенна, в том числе и потому, что там был положен болт на одно из условий конкурса. Хотя солдаты обе винтовки поносили только так, из-за их большого веса, клинов и кучи других проблем, часть солдат просто сдавала эти винтовки обратно, прося нормальные коряки. Часть с удовольствием меняла на трофейные СВТ, которые тоже имели свои проблемы, но на фоне немецких поделок считались эталоном качества. Особенно если уточнить, что клины у гиверов происходили каждый четвертый выстрел, а дульный тормоз нужно было чистить после 30-40 выстрела в среднем. И при этом стоимость в производстве у них была огромная. И знаете, что сделали немцы, пока не решились разработать новую модификацию? Ну вот что нужно изменить в этой винтовке, чтобы стало лучше? Ну конечно же, присобачить магазин от пулемета, чтобы можно было реже перезаряжаться. А вы о чем подумали? Это же точно решает все проблемы. И не добавляет еще больше лишнего веса. Конечно, немцы не были клиническими идиотами и к 43-му году, анализируя СВТ, доработали гивер и выпустили новую, более-менее адекватную версию. Но по-хорошему гиверы образца 1941 года нужно было разворачивать еще на стадии полигонных испытаний, как делали в Союзе, и отправлять оружие на доработку. Но видимо, кто-то очень хорошо осваивал бюджет. Перейдем к истории части, пользующейся у нас этим оружием. 252-я пехотная дивизия Вермахта. Сформирована в августе 1939 года в рамках 4-й волны мобилизации в районе Бреслау. Для тех, кто не в курсе, это Силезия, такой вечно спорный регион между Польшей, Германией и Чехией, в котором на тот момент была куча промышленности. После мобилизации дивизия была передана в резерв одной из армий, вторгавшихся в Польшу. В боевых действиях не участвовали, только во временной оккупационной службе. Следующим местом дислокации уже в 1940 году стала западная граница с Францией, в районе Можино, где дивизия даже немного повоевала и сразу, как Франция капитулировала, прибыла на Восточный фронт, на советскую границу и с 22 июня 1941 года участвовала в наступлении на нашу родину. На начальном этапе войны несколько раз переходила из корпуса в корпус и дошла на Москву, а после советского контурс наступления закрепилась в севернее Смоленска, где держала оборону вплоть до 1943 года и попала под удары очередного советского наступления. Понесла большие потери и потихоньку отступала. Все было настолько плохо, что в одном из полков 37 из 40 офицеров были убиты, а все командиры батальонов погибли в боях до конца года. Весной 1944 года началось переформирование дивизии сразу в прифронтовой полосе. Ей придавали такие же разбитые полки из других дивизий в попытке восстановить очистенность до адекватной боевой единицы, что все равно не очень помогло. Перед за этим последовала операция Багратион, крупномасштабное советское наступление, в ходе которого по всему фронту было уничтожено около полумиллиона солдат германской армии и ее союзников. Дивизия получила похвалу за свое поведение в ходе этих боев, стойкость в обороне, то, что они вообще смогли организованно отступить, а не разбежаться. Но для Рейха это был провал. Далее дивизия отступала и в 45 году попала в Польшу и оказалась в ловушке в городе Данцет, в том самом городе, который использовался как предлог для нападения Германии на Польшу. Небольшая часть личного состава смогла эвакуироваться, но это уже не было дивизией, а просто горской солдат. Остатки дивизии, державшие оборону на полуострове Хель в Данцеге, сдались 8 марта 45 года. Перейдем к игровому применению оружия. И сразу обращу ваше внимание, это пушка 3-го ранга. А это значит, вы можете попадать как в Москву на 1-2 ранг, где будете издеваться над новичками, так и в Берлин на 4-5 ранг, где вас с некоторой долей вероятности могут использовать как смазку для советских автоматов. Но это общая проблема 3-го ранга, а не конкретно этого оружия. И чтобы оценить оружие, давайте его сравним с прокачиваемым аналогом, с которым она и соревновалась по истории E-41 Вальтера. Знаете, там почти все параметры одинаковые. Да у них даже звук одинаковый. И у обоих есть штыки. Там, черт возьми, даже в описании сказано, что у маузеровской версии, которую мы сейчас разбираем, должна быть большая скорость полета пули. Но нет, они тупо одинаковые. Могли бы хотя бы лишние 50 метров в секунду добавить. Чисто для красоты. Перезарядку у премиумной версии на 0,3 секунды больше, чем у прокачиваемой. Ну хоть отдача немного меньше, за счет длины ствола. На том спасибо. Правда, при реальном боевом применении у меня появилось ощущение, что донатная версия как будто быть немного поточнее, чем из прокачки. Но вполне возможно, что это сыграла моя шиза. Фактически, за донат мы получаем обычную винтовку из прокачки, под не самый приятный ранг для игры. Вопрос, а вам нужен такой донат вообще? Ну только если вы любитель третьего ранга или надеетесь, что в будущем подбор будет менее ущербным. Сам отряд состоит из девяти бойцов. Хоть на этом спасибо. Если такой мусор стоял бы в условном отряде инженеров, это была бы клиника. Кстати, 15, 14, 28. И на этом моменте у меня лично появляются вопросы. А куда мне столько владения оружием на самозарядке? Ну вот что вы предлагаете мне качать на эти очки? Мой билд вы можете видеть на экране. Мою любимую мету через бег и живучесть сообразить здесь не получается. Зато этот набор перков позволяет вам хилиться меньше, чем за одну секунду и восстанавливать полное здоровье. Так что, если вас не снимут одним заживом или ваншотом, враг очень удивится. Получается так, за счет встроенного в класс бойца перка на скорости использования аптечки, который суммируется с прокачиваемым, что позволяет вам подниматься за одну секунду. Чтобы усилить этот эффект, я добавил в снаряжение рюкзак с аптечками, вместо патронной сумки. У вас и так 50 патронов в запасе. И этого достаточно под большинство ситуаций. Да и бойцов много, проще взять нового, если кончатся патроны. Ну и напоследник, гляньте на внешний вид этого отряда. В итоге можно сказать, что в принципе оружие далеко не плохое. Статы отряда, хоть их странные, но вполне играбельные. Остается вопрос, зачем вообще вам нужен отряд на третьем ранге? Пушка почти полная копия из прокачки. По сумме характеристик не чтобы лучше или хуже. Фармить на этом опыт? А зачем вам ради этого идти на третий ранг, получать по лицу от пятого? Лучше купите второй ранг и играйте с удовольствием. И про игру с удовольствием. У меня завтра еженедельный воскресный стрим в 19.00 по МСК. Буду ждать. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. В описании, вконтакте, дискорд и телеграм-канал по игре. Туда тоже заглядывайте. До связи, товарищи. Вот всей швале моих критиков, моих завистников, вы думаете, что с человеком, который вот до такой степени точно исследует тему, можно спорить? Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Я вас не уничтожу.